Климат и большая политика. Сегодня в Дубае открылась 28 конференция сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Участники впервые намерены провести глобальную инвентаризацию Парижского соглашения. В итоге должен быть разработан план, которым международное сообщество сможет руководствоваться в дальнейшем для достижения климатических целей. На площадке конференции в выставочном центре Экспо-сити Дубае будут организованы сотни мероприятий, посвященных вопросам борьбы с изменением климата. Самым значимым из них станет так называемый сегмент высокого уровня. В течение двух дней, 1 и 2 декабря, главы государств и правительств выступят с национальными заявлениями, в которых постараются донести позиции своих стран в отношении проблем экологии, продовольственной безопасности, зеленой энергетики, защиты от природных бедствий, финансовой поддержки проектов. Представительство на саммите самое широкое. Съедутся мировые лидеры и официальные лица почти из двух сотен государств. Делегацию нашей страны возглавляет президент Александр Лукашенко. Глава государства находится в Арабских Эмиратах с рабочим визитом. Стоит напомнить, что именно Беларусь в числе первых в европейском регионе ратифицировала Парижское соглашение и приступила к его реализации. В Дубае уже работает наша съемочная группа. Чего ждать от масштабного форума, спросим у нашего политического обозревателя Натальи Бреус. Климатологи прогнозируют, что 2023-й побьет рекорд и станет одним из самых жарких в истории метеонаблюдений. Хотя такие рекорды в последнее время с нами случаются все чаще. Здесь, в Дубае, где плюс 30, это, как говорится, чувствуешь кожей. Глобальное потепление – проблема, из-за которой давно на планете бьют в набат. Но главный вопрос – как приходить к консенсусу, если и градус мировой конфронтации только растет? Чем грозит изменение климата чуть ли не каждый день в новостях? Черноморский циклон, который накануне накрыл Беларусь – это цветочки по сравнению с тем, что то и дело происходит в мире. Потопы и засухи, тайфуны и штормы, пожары и цунами – то, что с этим надо что-то делать, определились еще в начале 90-х. Договорились встречаться ежегодно и обсуждать тему глобального потепления и парниковых газов. Но прорывным стал 2015-й, когда было принято Парижское соглашение по климату. Спустя почти 8 лет предстоит оценить, достигли ли главной цели – не допустить глобального роста температуры на планете выше 2, а лучше 1,5 градусов. Есть ли коллективный прогресс? Ведь если нет, ученые прогнозируют, будет трудно адаптироваться к более жаркому миру. А генсек ООН и вовсе говорит о приближающемся климатическом кризисе. Я призываю политических лидеров на глобальном уровне, которые должны взять на себя ответственность в отношении изменения климата, спасти Антарктиду, спасти планету. Беларусь выполняет взятые на себя обязательства по Парижскому соглашению. Но за максимально ответственный подход нас прессуют санкциями, которые точно не помогают этой работе. Даже та самая атомная энергетика, из-за которой соседи было сорвались с цепи, позволит Беларуси сокращать выбросы диоксида углерода примерно на 7 миллионов тонн в год. Для меня как министра большая радость, что в текущем году очень представительная делегация на КОП-28 в Дубае. И самое главное, конечно, что глава государства нашего возглавляет данную делегацию. Республика Беларусь, как немногие страны, выполняет очень качественно и в полном объеме взятые на себя обязательства. И главная обязательность, безусловно, это снижение выброса углекислого газа и парниковых газов. Республика Беларусь перевыполняет эти показатели. Ущерб от природных катаклизм бьет по экономике и страдает от стихийных бедствий прежде всего страны глобального юга. И тут интересно, что ожидается обсуждение климатических репараций, создание нового международного фонда для компенсации последствий глобального потепления развивающимся странам. Климат часто становится предметом споров, а не консенсуса, тем более на фоне противостояния, которое сегодня происходит в геополитике. Проблемы климата, они объединяют все страны. И это действительно тот вопрос международной повестки дня, который носит объединительный характер. Поэтому рассчитываем, что действительно международное сотрудничество по итогам этого саммита будет выстраиваться на справедливой, недискриминационной основе и будет содействовать действительно решению глобальных вопросов климата. Участие Беларуси на высшем уровне в этом мероприятии подчеркивает то значение, которое наша страна придает решению вопросов экологической безопасности, охраны природы. Площадка саммита напоминает большой интернациональный муравейник. И даже чтобы попасть сюда, нужно отстоять очередь. Почти 200 стран, 150 глав государств, 90 тысяч делегатов. Пожалуй, легче сказать, кто из мировых лидеров не приедет, чем перечислить длинный список вип-персон. Уже известно, что пройдет форум без Байдена, Путина и Сидиньпина, но ожидают, что с главой Европейского совета, канцлером Германии, британским премьером, президентом Бразилии, например, прибудут и три десятка глав африканских стран. Эксперты считают, вопросы климата сегодня уж слишком политизированы. Экологическая повестка, некогда поднятая Западом на щит, превратилась в фикцию. Западные программы, западные тренды не решают реальных экономических и экологических проблем, а саботируют их. Нужно в связи с этим отказаться от старых подходов. Понять, что Запад не имеет каких-то глобальных гуманитарных интересов, а ищет новые направления для колонизации новых государств. Нам, если мы хотим решать экологические проблемы, нужно подходить к ним с нуля. Реально, без учета идеологического диктата Запада, самим решать, какие проблемы есть, как их можно решить, на что человек может повлиять, а на какие глобальные изменения природы вынужден реагировать и адаптироваться. Уже завтра на Всемирном климатическом саммите будет насыщенный день. Ждем, что наш президент озвучит подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов в климатической и экологической безопасности. Ну и учитывая, как много лидеров будет в эти дни в Дубае, конечно, ожидаем, что на полях саммита глава государства проведет встречи и переговоры. Наталья Бреус, Алексей Волков и Иван Мартынович, агентство теленовостей, Дубай. Субтитры создавал DimaTorzok